МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году начался отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы Наринмара Дмитрий Анохин. Поставщикам тепловой энергии, предприятию объединенных котельных и тепловых сетей, Наринмарской электростанции, Ненинской коммунальной компании и автоматике «Сервис» предписано обеспечить подачу тепловой энергии образовательным учреждениям и жилищному фонду с 31 августа, а предприятиям и организациям по согласованию с их руководителями. В прошлом году отопительный сезон в столице Ненинского округа начался 9 сентября, позапрошлом 24 августа. Отопительный сезон в поселке Искателей начнется с 1 сентября. Соответствующее постановление подписано в Департаменте строительства, энергетики и ЖКХ Ненинского округа. Об этом сообщает Ненинская коммунальная компания. Программу однопроцентной ипотеки вынесут на ближайшую сессию окружного собрания депутатов. Проект закона, устанавливающий дополнительную поддержку, жителей региона, одобрили на заседании администрации Ненинского округа. Теперь законопроект вынесут на рассмотрение Общественного совета при Департаменте финансов и экономики и Общественной палаты Ненинского округа, а затем на ближайшую сентябрьскую сессию окружного ЗАГСобрания. Ипотека по цене аренды. Так позиционируют новую программу ипотечного кредитования в Департаменте финансов и экономики. Однопроцентная ипотека призвана повысить доступность жилищного кредитования, в первую очередь для молодых семей. Вместе с тем она будет работать для всех жителей региона, рассказала на расширенном совещании губернатора Татьяна Лагвиненко. В настоящий момент средний платеж семьи на ипотеку составляет 40-50 тысяч рублей в месяц, при котором только 40% идет на погашение основного долга за приобретенную квартиру, а 60% – это платеж банку в виде процентов. В данной ситуации округ готов помочь семьям, проживающим в Ненецком автономном округе. Новая программа предлагает следующие условия. Семья приобретает в ипотеку квартиру стоимостью 4 миллиона рублей. Первоначальный взнос – 20%, срок – 15 лет, ставка – 12% годовых. В этом случае ежемесячный платеж по займу составит 49 300 рублей. Из них основной долг – 17 800 рублей, платеж по процентам – 31 500. Субсидирование позволит снизить ежемесячные расходы семьи по обслуживанию кредита. Платеж семьи по кредиту составит всего 20 400 рублей в месяц. Из них сумма основного долга – 17 800 рублей. Платеж по процентам – всего 2600. Остальные 28 900 рублей в месяц возьмет на себя бюджет Ненецкого округа. Программа 1% ипотеки будет доступна для всех жителей округа и предусматривает приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом определен ряд ограничений. Заемщик должен проживать в Ненецком округе. Жилая недвижимость должна быть не старше 15 лет, а жилой дом, где приобретается квартира, должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке не должна превышать 65 000 рублей, на первичном – 75 000, срок субсидирования по программе – до 15 лет. По данным департамента, средства на новую программу в бюджете 2017 года имеются. Обеспечение в бюджете, значит, на этот год у нас заложены, финансовые ресурсы. Сейчас при составлении бюджета на 18-й плановый, 19-й, 20-й год, также мы будем закладывать все прогнозные цифры, которые мы предполагаем для потребности жителей, на 18-й год. В случае нехватки бюджета на данную меру поддержки, в любом случае будем предусматривать при внесении поправок в бюджет дополнительное финансирование. Глава региона дал поручение оперативно подготовить соответствующие поправки в окружное законодательство и внести их в собрание депутатов к ближайшей сентябрьской сессии. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Губернатор подписал соглашение о взаимодействии с региональным отделением Российского Красного Креста. Игорь Кошин, руководитель одной из крупнейших общественных организаций в Ненецком округе, Светлана Хатанзейская поставили подписи под документом, который определяет детали сотрудничества сторон в сфере практической реализации идей гуманизма, добра и милосердия. Подписанию документа предшествовала встреча главы региона с активом Ненецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». В апреле между губернатором и руководителем организации была достигнута договоренность об оказании региональному отделению финансовой помощи. По словам руководителя регионального отделения Красного Креста Светланы Хатанзейской, сотрудничество с руководством региона дает сегодня возможность в полной мере организовать работу службы милосердия, оказывать поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ходе встречи отдельное внимание было уделено развитию волонтерского движения в Ненецком округе. По словам члена президиума региональной общественной организации Ольги Кривовой, ряд волонтеров в округе пополняется ежегодно. Глава региона поручил руководителю ведомства, ответственного за работу с некоммерческими организациями в регионе Павлу Рахмелевичу, организовать необходимую работу с участием всех заинтересованных структур. 12 издовых оленей пополнили стадо семейно-родовой общины Салды. Животных доставили на колгуев вертолетом. Олени помогут местным оленеводам провести просчет стада, сократившегося за последние несколько лет в сотню раз. Программа восстановления оленеводства на Колгуеве стартовала по инициативе главы округа Игоря Кошина в 2015 году. Тогда же на остров была завезена первая партия быков-производителей. После пары отелов, по оценкам экспертов, на Колгуеве родилось около 200 телят. Просчет стада будет проводиться этой осенью. В них будут задействованы новички, прибывшие на остров. Использование ездовых оленей даст возможность организовать сезонное использование оленей пазбищ, проводить ветеринарные мероприятия, контролировать ход отельной кампании, регулировать структуру стада в ходе коральных работ и производить своевременное лечение и выбраковку больных оленей. Власть округа субсидирует дорогую жизнь на острове, продукты, электроэнергию, билеты. Благодаря этому муниципалитет живет по тем же законам и нормам, как любое поселение Подмосковья или соседней Архангельской области, рассказывает Игорь Кошин. Но для островитян важно заниматься производственной деятельностью, создавать полезный продукт. Сегодня все в руках оленеводов, а мы поддержим. По словам представителя семейно-родовой общины Салды Егора Варницына, на острове сегодня 8 человек готовых заниматься оленеводством. Чтобы приобрести ездовых быков, община получила окружной грант в размере 285 тысяч рублей. Нет пешехода, есть проблемы. Так считают жители поселка Сахалин, которым приходится изо дня в день нарушать правила дорожного движения. Как говорят жители, идти по обочине, где нет тротуара, проблематично. Летом в песках застревают колеса детских колясок, зимой передвигаться мешают сугробы. Поэтому поход за водой на колонку или на детскую площадку непременно сопровождается нарушением. Впрочем, это не единственный недостаток в микрорайоне. Перекресток проблем. Так назвали жители поселка Сахалин пересечения улицы с 60 лет октября и небольшого проезда. Проблем, по мнению жителей района, здесь две. Нет пешеходного перехода и тротуара с левой стороны. Ходить по песку, летом по рыхлому, коляска не едет, потому что я ее качу одной рукой коляску, другой велосипед, потому что у дороги детей не отпустишь. А зимой здесь не чистят. По снегу, по сугробам, естественно, не полезешь по этим буеракам. Ну, походится либо нарушать пешеходный переход, проходить где-то по дороге аккуратно, либо же как-то идти у края дороги, но это опасно. Нарушать приходится и тем, кто идет за водой на колонку. Катить тележку с канистрой по песку неудобно, поэтому перебегают через дорогу на противоположную сторону и идут по тротуару. Также поступают и дети, которые сокращают дорогу по пути в пятую школу. В апреле месяце мы обратились в городскую администрацию, но так как дорога здесь идет федеральная, городская администрация переслала наше письмо в округ, и округ после долгих разборов нам отказала. Здесь пешеходный переход делать, во-первых, нецелеобразно, потому что у нас есть два пешеходных перехода на столине, расстояние между ними должно быть 200 метров, а у нас тут только 130-150 выходит. Мы обратились в централизованный стройзаказчик, который занимается проектированием окружных дорог. Там пояснили, улица 60 лет октября будет реконструирована и приведена в нормативное состояние, то есть пешеходные дорожки будут построены. Реализация проекта намечена на 2018 год. Что касается «Зебры», в этом вопросе жители могут проявить инициативу. Проект на реконструкцию у нас заказан, дороги на Лимаро-Скателе, и пилотный экземпляр к нам поступит, и рассмотрим это обращение. Надо, чтобы обращение к нам было написано, от жителей по этому вопросу. Рассмотрим. То есть им нужно коллективное обращение написать? Можно даже коллективное написать, либо просто от человека. Мы среагируем. Еще одно нарушение волнует жителей района Сахалин. Детская площадка у дома 68А. Она не имеет мягкого покрытия. Элементы расположены близко друг к другу, что может привести к травмам. Площадка не выдерживает никаких норм, потому что все скучно. И карусельки, и сама детская площадка. Если дети катаются на ней, то в любой момент могут упасть и пораниться, нанести себе травму. Покрытия никакого нет. Песок. Как нам пояснили в управлении градостроительства Наринмара, площадка изначально не предусматривала мягкого покрытия. Она перенесена из другого места и установлена по устаревшим стандартам. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта предлагает родителям участвовать в проекте формирования комфортной городской среды. Есть специальный проект благоустройства комфортной и городской среды. Возможно, стоит обратиться именно, пойти именно по этому принципу. То есть, как бы, сказать, что они хотят, объяснить, какое им необходимо денежное содержание и уже предоставить свой проект в общественную комиссию по благоустройству городской среды. Территории, которые будут благоустроены в 2018 году, уже определены и рассмотрены общественной комиссией. Однако, горожане могут подать заявки на включение общественных и дворовых территорий в муниципальную программу благоустройства на 2018 и 2020 годы. Предложения принимаются до 30 ноября. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, телеканал «Север». Смотрите далее в выпуске. Пополнение авиапарка. Наринмарский авиаотряд ждет новый вертолет для выполнения внутренних рейсов. Добрые сердца помогают детям. В преддверии нового учебного года нефтяники вручили воспитанникам детского дома подарки. Наринмарский авиаотряд вводит дополнительный рейс на внутренних авиалиниях. По словам генерального директора Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Остапчука, предприятие ежедневно выполняет 2-3 дополнительных рейса по внутренним маршрутам в связи с активным периодом отпусков. Как отметили в авиаотряде, у пассажиров популярны практически все межмуниципальные направления. Но особенно востребованы Бустькару, Индигу, Коткина, Нижнюю Пешу, Несь, Харутух, Ривер и Каратайку. В Нинецком округе, который имеет круглогодичное внутреннее пассажирское сообщение исключительно воздушным транспортом, авиапредприятию субсидируют перевозки из окружного бюджета. Жители региона приобретают билеты по регулируемым ценам. Специальным тарифом со скидкой 50% могут воспользоваться дети и молодежь до 23 лет включительно, а также женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. В 2017 году на компенсацию недополученных доходов Наринмарскому объединенному авиаотряду, выполняющему внутренние рейсы, в окружном бюджете запланировано 183 миллиона рублей. По итогам 7 месяцев услугами авиапредприятия воспользовались 12 600 пассажиров. Наринмарский авиаотряд планирует пополнить авиапарк еще одним новым вертолетом. Государственная транспортная лизинговая компания одобрила поставку на условиях льготного лизинга второго вертолета Ми-8 в рамках поручения правительства России по развитию санитарной авиации. Вертолет был построен на авиационном заводе в Казани холдинга «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех». Авиаотряд намерен взять воздушное судно в аренду сроком на 10 лет с последующим выкупом. Данный вертолет, как и первый, закупленный в этом году, предоставляется на льготных условиях. Его цена ниже среднерыночной за счет государственного субсидирования полетов. Ориентировочная стоимость воздушного судна около 400 миллионов рублей. Комплексно решить вопрос обновления регионального авиапарка губернатор Ненинского округа поручил предприятию в рамках разрабатываемой совместно с холдингом «Вертолеты России» программы в апреле текущего года. Первый вертолет был поставлен на баланс предприятия в середине августа. Получить второе воздушное судно в эксплуатации Наринмарский авиатряд планируют уже в сентябре-октябре. В настоящее время Наринмарский объединенный авиатряд владеет 19 вертолетами. Из них только два выпущены менее 25 лет назад. Остальные машины старше. Необходимость в обновлении авиапарка обусловлена как вопросами обеспечения безопасности полетов, так и экономическими условиями. Компания «Роснефть», на долю которой приходится четверть выполняемых объемов работ авиатряда, предъявляет к авиапарку перевозчика особые условия по году выпуска используемых вертолетов. Воздушное судно должно быть не старше 25 лет. В первый класс с новым портфелем и хорошим настроением. Старые друзья воспитанников детского дома, участники волонтерского движения «Добрые сердца» нефтяной компании «Башнефтьполюс» навестили ребят перед Днем Знаний и подарили будущим первоклассникам необходимые школьные принадлежности. Будущие первоклассники Сергея и Софья – главные виновники встречи с большим любопытством и удовольствием исследуют содержимое новеньких портфелей. Сережа и Соня – участники волонтерского движения «Добрые сердца» знакомы уже давно. Навещали малышей в доме «Малютки», который ООО «Башнефтьполюс» патронирует практически с начала своей работы в Нинецком округе. Вот это вот движение волонтерское, оно сотрудничает с детским домом уже очень давно. Несколько раз в год они приезжают, приурачивают свои приезды к каким-то ключевым событиям. И всегда, прежде чем приехать, они интересуются, какую помощь необходимо оказать. Поэтому огромное им спасибо за такое неравнодушие, за то, что они хорошо так относятся к нашим деткам. С удовольствием. Каждый принимает участие. У нас очень большое количество сотрудников находится на месторождении. Даже на месторождениях люди откликаются, чтобы как-то посодействовать этой акции, чтобы каждый ребенок получил приз, подарок, внимание. Яркие краски, разноцветные фломастеры, мелки, карандаши и ручки – все, что необходимо для успешной учебы, получили не только Соня и Сережа, но и все ученики начальных классов. Совсем скоро они пойдут в городские школы, а это значит, что необходимо знать, как вести себя на проезжей части дороги. Нефтяники решили в игровой форме напомнить ребятам, как правильно ее переходить и что означают дорожные знаки. Что за лошадь? Вся в полоску на дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убивает. Зебра. Зебра или как мы еще называем? Ребята с удовольствием отгадывали загадки и отвечали на вопросы. Завершилась дружеская встреча традиционно общей фотографии. В следующий раз волонтеры из нефтяной компании приедут в декабре, в канун Нового года. И, как всегда, привезут много подарков. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте.